И снова я рад приветствовать подписчиков и гостей канала! Друзья, день добрый! Как вы уже догадались, сегодня для вас будет фильм из серии Разговоры за рулём. Сегодня снова покатаемся на моём электромобиле Nissan Leaf, ну и поболтаем по дороге. Кстати, YouTube показывает, что вам такие ролики нравятся. Вот, например, предыдущий ролик посмотрело более двух тысяч человек. Что ж, это накладывает определённые обязательства на меня. Раз вам такие ролики нравятся, значит, я их буду выпускать почаще. Ну, постараюсь минимум два ролика в месяц, но всё-таки же делать для вас. Здесь ещё, конечно же, зависит от того, еду я куда-то или нет. Но обычно я езжу часто и много, поэтому думаю, что с роликами про Nissan Leaf, про автомобили будет всё в порядке. Поехали, ребята! Так, друзья мои, сегодня у меня поездка в Тверь. Машинку я заряжаю от солнца. Полностью, сто процентов от солнца. Уже заряжаю вот весь сентябрь. Я проезжаю к себе свою глухую лесную деревеньку. Дорога не сказать, что хорошая, но она не грязная. И, в общем-то, я, ну, свободно, да, на Nissan не проезжаю. И сейчас поеду в Тверь. Я немного не дозарядил машину, но давайте посмотрим. Итак, что тут у нас с вами? 15,8. Вот на 15,8 мы сегодня поедем. Ехать примерно около 100 километров. Ну, 93, что ли, что-то такое. Ну, примерно. Плюс-минус 90. Вот, даже не дозарядил машину, но я думаю, что всё отлично будет. Доедем. Всё, ребят, путь по дороге, как всегда, поснимаю, поболтаем. Итак, мои друзья, я продолжаю движение. Еду я в сторону города Тверь. Прогноз машинка показывает 117 километров. 15,3 у меня по ремейну. Остаток, остаток батареи 15,3 киловатта. Заряжаюсь я весь сентябрь уже от солнца. Сентябрь, вообще золотой у нас сентябрь. Просто великолепнейшая погодка. Ну, почти каждый день солнце. Преимущественно в сентябре у нас солнце. Сегодня у нас, так, у нас сегодня 19 сентября. Вот. И, в общем-то, почти каждый день, наверное, ну, я не знаю, дня 2 или 3, может быть, было без солнца. А так всё время солнце. Поэтому машинку заряжают исключительно. И здесь, знаете, здесь, что ещё хочу с вами поделиться, какой мыслью. Здесь принцип вообще, вот, сами на уровне ощущений, да. Казалось бы, ну, я могу, у меня 3 рубля там с копейками, 3.40 что ли, или 3.70. Надо посмотреть в квитанции за электроэнергию. Сельский тариф, он маленький, нормальный. Нормальный сельский тариф. Вот. И когда есть городская сеть, ну, казалось бы, ну, что ты можешь зарядить машину вот городской сети. Но нет, здесь хочется именно от солнца. Здесь другое ощущение. Здесь, понимаете, ощущение некой свободы, что ли, вот, какой-то независимости, понимаете. Когда ты вот свой, свою машинку, да, ты зарядил именно от солнца, и ты едешь на своей энергии. Да, кто-то скажет, ну, сколько ты, там, вбухал в солнечные панели, вот, посчитай, там, это, вычтите, сложи, там, да не вбухал я. Дело в том, что солнечную электростанцию я собирал не за один раз. Вот, я не вчера пошел ее и купил. Я ее 5 лет постепенно собирал, собирал. Да, солнечная панель служит 30 лет. Через 30 лет она не перестанет работать. Она не перестанет. Она будет продолжать генерировать электрический ток просто меньше. Ну, что такое 30 лет? За 30 лет? 30 лет — это очень большой срок. Вот. Это не 5 лет, это не 3 года. 30 лет — это много. И через 30 лет все в корне изменится. Ребят, попробуйте, просто откиньте 10 лет, хотя бы десятку, 10 лет назад, да? Что было 10 лет назад и что сейчас? Если бы нам 10 лет назад показали бы то, что сейчас происходит, что, что, что вот такое может быть, да вы бы не поверили. Так что 30 лет — это огромнейший срок по современным меркам, когда в мире все меняется крайне быстро, очень быстро. Все. Поэтому, да, солнечные панельки, солнечные электростанции хочется своей альтернативы, своей частичной независимости, может быть, и полной независимости. Когда ты живешь на своей земле, свое хозяйство, свой дом, своя электроэнергия, свой электрический автомобиль, не за который, ты понимаете, я проезжаю мимо заправок. Я проезжаю мимо заправок. Да, у меня есть дизельный автомобиль, все понятно. Если мне надо ломануться в Магадан, то я заведу дизельный автомобиль и ломанусь в этот Магадан, если вдруг приспичит. Но, вы знаете, вот как я купил электричку себе, так мне до сих пор что-то не приспичивало куда-то. Вот я просто везде езжу. Я всегда еду на электричке. Вот всегда я еду на электричке. Куда мне надо, я всегда еду на электричке. Друзья мои, буквально секунду отвлеку вас от темы ролика и хотел бы обратить ваше внимание на компанию Akira Auto. Это мои друзья с Владивостока. Сегодня, в настоящее время, не просто купить автомобиль. Огромное количество мошенников разных на ВИТО, да и везде. Поэтому, в таком вопросе, как приобретение автомобиля, лучше довериться профессионалам. Компания Akira Auto более десяти лет на рынке. Возит автомобили из Японии, а также из Кореи и Китая. У них есть свой сайт, на котором все просто. Можно сразу увидеть цены. Все открыто, все прозрачно. А также есть свой YouTube-канал. Обратите внимание. Компания Akira Auto. Ссылки будут в описании под роликом и в первом закрепленном сообщении. Короткое включение. Я 50 километров проехал. Скорость у меня была 60 километров в час. Сейчас я выехал на хорошую трассу на Биржское шоссе 87 поставил. Ехал 60, но не потому, что хотел сэкономить. Хотя и это тоже. Я же выехал недозаряженный. Из дома я сегодня от солнца заряжался, как я сказал в начале ролика. Проехал я 57 километров, да. И потратил я на это 6 киловатт 853 ватта. Вот. И расход составил 9,4. Но сейчас он уменьшится. Ну, то есть увеличится, короче. Вот видите, 9,4 километра на одном киловатте я проезжал. При скорости 60, ну да, 60 там чуть побольше. 63, что ли, примерно. Вот так ехал. Вот такая информация для вас. Вот. Про экономичную езду я уже рассказывал. Рекуперация, нейтралочка, ну и так далее. Плавные разгоны. Ну, а сейчас все. Я понимаю, мне 100% хватает на местное назначение. Кстати, я еду сразу же на зарядку. Там заряжаюсь. Да, ну, до полной, наверное, посижу, позаряжаюсь. В Леруа Мерлен. Глобус Леруа Мерлен. Тверь. Вот. Мне как раз и туда, и туда надо заскочить, пока машинка заряжается. Я все эти магазины посещу. Вот. И потом поеду именно по своему делу, за которым я ехал сегодня в Тверь. И потом сразу назад. В общем, да все отлично. Электричка рулит. Вот так вот, друзья. 67, ребят. 67 уже, елки-палки. 67. Я въезжаю в Тверь, друзья. 67 соляра. 67, 50 даже. Ну, что? Кто там говорит, когда? А когда же оно окупится? Вот так вот, ребят. Здесь не про окупаемость. Наконец-таки, я думаю, что все, кто там, а когда же оно? Когда же все-таки же окупится? Наконец-таки начнут понимать, что здесь немного другое. Альтернатива вообще, это не про окупаемость. Это больше про независимость. Пусть частичную, маленькую, какую-нибудь, но все-таки же независимость. Так, ребята, я на мойке машинку помыл. Я всегда стараюсь помыть машинку, когда уезжаю в свой любимый город. Тем более, при въезде здесь офигенная мойка стоит у нас. Очень хорошая вообще там. И цены. За 100 рублей машину помоешь с пеной, с каким-то гидролаком еще там сверху. Каким-то гидролаком полил. Все там. Чернение шин бесплатно там ребята дают. И еще что-то. Не знаю. Не пользуюсь, правда, таким чернением. Вот. Но, тем не менее, просто сам по себе факт. То, что, ну, как бы вообще, да, недорого помыть машинку. Ну, естественно, я ее всегда мою, чтобы город был еще красивее. Чтобы машины в городе были красивые и чистые. Ну, и так далее. Соответственно, ну, я считаю, что это обязательно надо каждый раз помыть машинку. Прыг. Лежачий. Так. Ну, все, ребят. Я еду дальше, да, немножечко думаю. Не особо удобно снимать. Когда рулишь, еще и снимаешь, не особо удобно. Вот. Ну, поснимаю сейчас для вас. Поснимаю немножко. Так. Ага. Вот у меня маршрут мой. Так. Это пожарная площадь. Мы подъезжаем. Это место такое пожарка. Пожарка ее называют. Просто народная пожарная площадь. Сейчас повернем на речной вокзал. Проедем через старый мост. В общем, по самому центру Твери практически пора едем. Вообще, город Тверь очень красивый. Замечательный, красивый, прекрасный город. Не знаю, мне кажется, и люди здесь такие все тоже добрые, душевные, хорошие. Вот. Так что, ну, это мое мнение такое, да. В общем, люблю я этот город, да. Сейчас отключусь, а потом еще немножко поснимаю. Это река Тверца. Ребят, там какие-то маленькие яхточки стоят. Красота. Вообще, у нас в Твери все везде классно. Сейчас мы будем переезжать речку Волга по новому мосту. Справа будет старый мост. Это новый мост. Так, значит, что я хотел еще показать. Смотрите, мы проехали уже 90 километров, однако. 90 километров. Так, сейчас у меня здесь навигатор. Сейчас я переключу на этот. Так. Ах, я низенький, не видно вам будет, наверное, всей красоты. Там храм у нас, здесь городской парк, замечательный с каруселем. Вот там вот как раз красивый старый мост. Ах, его не видно. Ладно, поснимай немножко вперед. В общем, так, проехала 90 километров. 34 у меня еще прогнозирует. Так, сейчас здесь у нас... Опа, посмотрим, сколько километров. Во, 10 киловатт я потратил на 90 километров. 4 киловатта еще в запасе. Осталось ехать мне не так много. Тут у нас небольшенькая пробочка, однако. Эх, не успели. Рекуперация. Опа, попа, попа, попа. Вот так вот. Не успели на зеленый, однако. Так, ребята, это я проехал площадь Капашвара. Здесь у меня левый поворотик. Сейчас я буду уходить в сторону южного моста. У меня в южный. Южный, это микрорайон города Твери. Здесь несколько микрорайонов. Вот, один из них называется Южный. Вот в этот Южный я еду, и там зарядочка. А вот там впереди, вот эта машинка мне мешает вам заснять. Там впереди у нас красивейший храм. Вот там видно купола этого храма. Это железнодорожный вокзал. И человек, который приезжает в Тверь по железной дороге, первым делом, что он видит, во-первых, красивейшее здание вокзала. Вокзал у нас очень замечательный. Вот. И самое главное, он видит православный храм. Вот. Красивые купола. Вообще молодцы. Молодец губернатор Тверской области. Просто реально молодец. Тверь, город очень ухоженный, очень чистый. Вообще замечательный городок. Все. Я еду на поворот, ребята. А это сейчас мы будем въезжать на Южный мост. Он как раз через Октябрьскую железную дорогу. Эта железная дорога идет по направлению Москва-Санкт-Петербург. На мост. Вот. Сейчас мы выезжаем на мостик. И буквально немного остается до быстрой зарядки. Что у Глобуса. Глобус и Леруа Мерлен. Там такие большие торговые центры. В общем, есть где погулять, походить, посмотреть. В Глобусе замечательный. Ну, как замечательно. Ну, нормальный, да. Нормальный ресторанчик такой. Кафешка. Как его назвать правильно? Там можно перекусить, пока машинка заряжается. В общем, все замечательно. Самое главное, чтобы зарядка была свободна. Вот про то, что, ребят, когда, типа, кто-то. Ты рекламируешь Nissan Leaf. Да я не рекламирую. Я просто делюсь своим мнением с вами. Своим, ну, как бы, выжимком. Я не знаю, почему, но мне хочется с вами поделиться. Мне, чем меньше электроводов, я еще раз повторюсь, тем лучшим, тем свободнее все эти быстрые зарядки. Зарядок быстрых мало. Мало. Губернатор обещал 9 штук поставить в городе быстрых зарядок. Пока одна. Ну, вторая зарядка, которая, так, это Е-пункт, а другая Иви-тайм. Да, Иви-тайм она называется. Вот Иви-тайм, она, в общем-то, считается, что за городом. Ну, так, в общем-то, в Твери, ну, так, можно сказать, 3 быстрых зарядки, легко доступных 3 быстрых зарядки. Вот. А так, прям в самом, чтобы в городе считалось в черте города, то одна. А губернатор обещал 9 быстрых. Ну, вот, будем надеяться, что он исполнит свое обещание. Обещание. Твери 24 километра остается, ребята. И у нас свободная ЧДМК, ура, все четко. Вот она, свободна и никем не занята. Так что, подъезжаем и заряжаем. И вот они пошли, киловатт, и залетать в мою батарею. 47 киловатт летит, 47 киловатт. Обалдеть. Все, температура батарейки. Здесь самое главное, смотрим за температурой, но на улице прохладно, 20 градусов температура батареи, все, никаких проблем. 47 киловатт. Все, пока машинка заряжается, ребят, пойду я погуляю. По Леруа-Мерлен, зайду в Глобус, ну и так далее. Все. В общем-то, все, друзья мои. Что тут еще рассказать-то? Давайте включим машину, посмотрим, что здесь у нас. Значит, 97 километров. 97 километров я проехал, ну, блин. Короче, забыл здесь показать. Ну, сколько там, 11-12 киловатт, наверное, я там потратил, да? Так, мы выезжали 16, ну, минус 3, да? Ну, 13 киловатт, грубо говоря. 13 киловатт я потратил. 97, ну, 100 километров, считай. Вот такая информация для вас. Я думаю, что, наверное, на этом все. К слову сказать, машинка моя проехала уже 20 тысяч километров. 85-370. Я ее брал на одометре было 65. Теперь 85. То есть 20 тысяч 370 километров. Я проехал за рулем этой замечательной машины, Nissan Leaf. И, в общем-то, вам периодически об этом рассказываю про свои поездки, как зимние, так и летние. Впереди зима, да, конечно, будет потяжелее. Но ничего, справимся. А еще, друзья, у нас в Твери есть замечательный бизнес-центр. Мы его в простонародье зовем «Рюмка». Вот такое красивое здание. Большое, огромное здание. Тут ресторан. Ну, короче, тут много чего. И самое главное, здесь есть зарядочка, куда ты можешь бесплатно, совершенно свободно подъехать и всегда подзарядить свой автомобиль. Здесь есть 380, вот если у кого есть там Tesla или что-то еще, машинки, которые могут 380, вот, пожалуйста, все, розеточка, Type 2 и Type 1 наш, лифовский. Всегда можно подзарядиться. Ну, что я и делаю, немножечко решил заскочить и капельку подзарядиться, пока как раз есть работа на планшете. Тут нужно немножечко, короче, поработать, да. Вот так вот. Сейчас посижу, полчасика поработаю и поеду дальше. Друзья мои, я буду заканчивать этот ролик, и я искренне надеюсь, что он был полезен для вас, и вы смогли подчеркнуть из него какую-то полезную и нужную информацию. Если так, буду признателен, если поставите лайк, ну и подпишитесь на канал, если до сих пор не подписались. Любому блогеру приятно, когда у него растет число подписчиков. И напоследок, я хотел бы вам пожелать, как всегда, это самое главное, мирного неба над головой. Пусть у вас все будет хорошо, родные и близкие, пусть ваши будут здоровы, мира, добра, любви в ваши дома и в ваши сердца. Заглядывайте иногда на мой канал, я стараюсь для вас делать интересные ролики. Все, друзья мои, жму руку, обнимаю. Пока, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»